Эй, йоу, всем бит-народ! С вами Никита Бурый, эки-эй-йо, дики-диджи Ник Браун. И уроки битмейкинга возвращаются, поэтому предлагаю поставить сразу лайк авансом, если вдруг ждали этих выпусков давно. И хотелось бы сегодня поговорить о выборе драм-машин. У меня уже есть одно видео, завсегдаты моего канала знают, что это за видео. Если вдруг не видели, обязательно посмотрите, ссылочка в правом верхнем углу. Ну, а, конечно же, хотелось бы рассказать вам небольшую предысторию, почему я решил это видео снимать. Ко мне часто обращаются люди с вопросом о том, какую бит-машину им выбрать. И я снял первое видео как раз, дабы ответить на часто задаваемые вопросы. И в первом видео мы разбирали отличия бит-машин стендалон от миди-девайсов. И вопросов ко мне стало намного меньше, но появился новый вопрос, на который я хочу ответить в этом видео. И этот вопрос звучит примерно вот так. Я уже определился, что я хочу себе миди-контроллер, но какой миди-контроллер мне стоит выбрать? Обычно у меня спрашивают про Акай, потому что я играю на Акай. Но, конечно же, сегодня видео будет не сколько про Акай, а именно про размер бит-машинок. То есть есть маленькие бит-машинки поменьше, среднего размера и большие. Я буду показывать, например, серии Акай МПД, потому что я стал счастливым обладателем 232-й. Теперь у меня полная линейка есть. Но, конечно же, должен сказать, что не только про Акай мы сегодня будем говорить. У тех же Native Instruments, например, есть машин Микро и машин МК-3, которые являются маленькой версией, подобно Акай МПД-218, и как 232-й. То есть два варианта бит-машин. Поэтому вы можете послушать, что я скажу про 218-ю и сделать выбор в пользу, например, контроллера машин Микро. Или, наоборот, услышать то, что я буду говорить про 232-ю и взять себе машин побольше. Поэтому сегодня будет универсальная информация для всех. Ну, это уроки битмейкинга понеслась. Давайте-ка разберемся, в каких размерах бывают драм-машинки, миди-контроллеры. И у меня здесь представлено три миди-контроллера. Серии АК МПД-218, 226 и 232. Вы видите, что эти битмашинки отличаются по размеру. И, по сути, давайте разберемся, что у них одинаково. Да? Одинаковые это пэды. Они одного размера. Единственное, что в 218-й битмашинке пэды немного отличаются по чувствительности. И, кстати, у меня на канале есть видео, как настроить чувствительность. Обязательно глянь, если вдруг не видел. Итак, то есть, что мы здесь видим? Одинаковые это пэды. Разные это крутилки и их количество, соответственно. Итак, кому бы я отрекомендовал вот эту битмашинку взять. 218-ю МПД-шку. И как она у меня появилась, тоже сейчас об этом расскажу. 218-я МПД-шка хороша как раз для тех, кто начинает. Почему? Потому что здесь есть все самое основное. То есть, пэды. Самое главное в начале битмейкерской карьеры это именно 16 кнопок. А сколько у вас будет крутилок, не так уж и важно. Поэтому вот этот девайс я рекомендую именно тем, кто хочет попробовать. Потому что у него небольшая цена. И можно, если что, его потом продать и не испытывать каких-то напрягов по этому поводу. Поэтому для всех начинающих, вот те, кто делает первые шаги, вы еще боитесь взять себе какой-то большой девайс, не можете понять, понравится вам битмейкинг или нет. Я вот рекомендую этот девайс. И также этот девайс может понадобиться более профессиональным людям. В том случае, если вы, например, часто путешествуете или делаете музыку где-то в дороге, просто за ноутбуком, то есть в качестве лаптоп битмейкинг-девайса АК МПД тоже подходит. Ну и мой опыт покупки АК МПД 218 заключается в том, что я ее купил как дополнительный девайс. Как раз именно для того, чтобы с ней гонять куда-то на выступления. И вот если вам нужно что-то компактное, у вас есть что-то достаточно большое, а вам нужно бонусом что-то компактное, крайне рекомендую взять МПД 218. И, конечно же, МПД 218 будет хорошим выбором для диджеев, которые ищут себе контроллер как бы дополнительный к диджейскому сетапу. Потому что здесь нет ничего лишнего. И здесь есть как раз 16 кнопок, можно сделать хот-кью по 8 хот-кью на каждую деку. И есть крутилочки для того, чтобы использовать эффекты. То есть я также использовал 218-ю МПД в диджейских сетах. Это крайне удобная штука. Итак, переходим к следующему девайсу. Это девайс АК-МПД 226. И это мой как бы основной девайс. Я думаю, что все зрители моего канала это заметили, потому что я очень часто делаю видео именно на 226-й АК-йке. Соответственно, в чем разница между 218-й и 226-й? Самая главная разница – это в наличии фейдеров. Здесь появляются уже не только крутилочки, но и фейдера. И, конечно же, здесь появляются разные кнопочки, которые мы можем назначить на MIDI-команды. И, соответственно, уже вот этот девайс, он больше подходит для тех, кто имеет какой-то опыт, непосредственный багаж знаний. И в каком случае вам могут понадобиться эти крутилочки и эти все управления? Когда вы готовите какой-то такой сет, когда у вас много треков, они сменяются, и вот эти все элементы управления, они становятся просто необходимы. Без них просто уже никуда. И желательно, чтобы там эти все крутилочки были под рукой. Поэтому рекомендую вот этот девайс, 226-ю MPD-шку, или примерно такого же размера других компаний, именно тем, кто уже имеет какой-то опыт. То есть можно клево перейти с 218-й на 226-ю. Вот. И последнее мое приобретение было вот в этом году. Я себе приобрел 232-ю MPD-шку. Это, конечно, вообще шикарный аппарат. И в чем его шикарность? В том, что здесь у нас еще больше крутилок. Если здесь 4, то здесь 8. Также в 232-й есть функционал, который называется драм-секвенция. И можно эту драм-секвенцию выстраивать. Поэтому здесь еще больше элементов управления. И в каком же случае вам бы стоило перейти с 226-й на 232-ю. Это как раз был мой случай. Когда я играю Live Looping Set, мне нужно, чтобы у меня под рукой было еще больше дорожек, чем здесь. Да? То есть здесь у меня в 2 раза больше дорожек, в 2 раза больше ЦЦ-шек. И я могу еще контрол-банк этот менять. Да? То есть, соответственно, у меня прям более развязаны руки для того, чтобы экспериментировать в ходе своего выступления. добавлять больше эффектов и так далее. То есть это как бы самая большая по функционалу и самая удобная битмашина, чтобы делать на ней абсолютно все. Примерно вот так я вижу покупку и выбор драм-машины. Если вы хотите что-то компактное и маленькое, вы берете себе поменьше. Если вы хотите большое, и чтобы у вас был полный функционал, берете себе что-нибудь побольше. Ну и, конечно же, хотел бы напомнить о том, что уроки битмейкинга онлайн для всех желающих в сервисе Zoom есть все ссылочки нужные в описании. Ну, а кому понравилось это видео, нужно обязательно влепить лайк, подписаться на канал, поставить колокольчик. Ну, а мы с тобой еще увидимся в следующих видео. ПИС! 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 ПИС!